Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, уже середина недели, а это означает, что время информационному влогу от Славянской Церкви. И мне очень приятно рассказать о том, что ждет нас в ближайшую субботу и какие у нас планы на ближайшее будущее. Начнем, как всегда, с информации о том, что же будет в субботу. В эту субботу у нас проповедует наш брат Василий Стойко, поэтому, пожалуйста, молите за его служение, чтобы Бог Духом Святым вдохновил его. А для нас эта весть была преобразующей, чтобы она меняла нашу жизнь, и мы все больше и больше отражали характер Бога в нашей своей жизни. Уже в следующую субботу, 28 января, то есть, вернее, через субботу, у нас начинаются курсы по подготовке к крещению. Встречи будут проходить каждую субботу в 9 часов утра тут в офисе. И мне будет очень приятно встретиться со всеми теми, кто хотел бы лучше узнать принципы нашей церкви, а также подготовиться к тому, чтобы заключить завет с Господом. Пускай Господь каждого из нас благословит. Также 28 января, но уже после обеда в 5 часов, у нас будет служение вопросов и ответов. Знаете, за последнее время мы столкнулись с разными, достаточно сложными обстоятельствами. Это и война в Украине, это и вопрос развода, повторного брака. Также меня опять спрашивают по поводу того, как же мы относимся к Рождеству, что нам делать с этим праздником. Ну и я думаю, что есть и другие вопросы, которые вас интересуют. Если такие вопросы у вас есть, я прошу вас, вышлите мне их смс-сообщением на мой номер телефона 916-254-8182. И мы постараемся обсудить их все вместе, найти какие-то библейские аргументы для того, чтобы понимать, как же нам вести себя в той или иной ситуации. Поэтому приглашаем всех вас 28 января в 5 часов вечера на служение вопросов и ответов. Мы продолжаем приглашать на домашнюю церковь всех тех, кто недавно начал посещать церковь адвентистов 7 дня. И хотел бы узнать, что же это за церковь такая, чему тут учат, как тут люди живут, какими принципами пользуются. Все это мы делаем на домашней церкви у Натальи и Максима Бойких. Адрес есть в бюллетнях. Я так понимаю, что те, кто не живет в нашем регионе, наверное, скорее всего, они смогут сюда прийти. Но если вы живете здесь, то, наверное, вы, скорее всего, приходите к нам на богослужение. Поэтому в бюллетнях, которые вы получаете при входе на богослужение, там есть адрес и вся информация об этой домашней церкви. Нам будет очень приятно всех вас видеть. И небольшая просьба от хозяев. Они готовят угощение каждый раз на нашей встрече. И для них очень важно знать, сколько приблизительно будет людей, чтобы, скажем так, всего было достаточно. Поэтому там в программках будет и номер телефона хозяйки Натальи. И если у вас есть возможность прийти на эту встречу, просто напишите ей смс-сообщение. Наташа, привет. Мы планируем быть сегодня на домашней церкви на этой встрече. Будем очень рады всех вас там видеть. Меня вновь и вновь спрашивают, нет ли среди наших членов церкви, среди всех тех, кто посещает наше служение, людей, которые готовы были бы выступить спонсорами в программе United for Ukraine. Друзья, я время от времени обращаюсь к вам с этим вопросом. Если у вас есть такая возможность, дайте мне знать. Также меня спрашивают о работе. Поэтому, если вы знаете, что кто-то ищет работников, тоже, пожалуйста, отдавайте эту информацию. Но с этой информацией лучше обращаться к Геннадию Ющику, так как он у нас отвечает за вот это направление служения в нашей церкви. Поэтому, пожалуйста, вся информация, которая у вас есть, присылайте. Для нас она очень и очень важна. Ну и молитвенный блог. Мы продолжаем молиться за Ольгу Козыренко, Милу Палыга. Продолжаем молиться за окончание войны в Украине. Молимся за нашу молодежь, за наших детей. Также хочу сказать, что в эту субботу я еду с нашими подростками 13-15 лет на такой зимний кабин. И молитесь о том, чтобы это служение тоже прошло благополучно, чтобы мы могли найти общий язык, поговорить по душам. У нас есть ряд очень важных тем, которых мы хотим с ними коснуться. Хотелось бы, чтобы они еще больше сдружились, потому что это такой очень непростой подростковый возраст. То есть молитесь, чтобы все это было под Божьим руководством и с Божьим благословением. Ну и в заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это чудесное обетование, которое записано в 21-м псалме, 27-м стихе. И тут сказано. Будут есть и насытятся кроткие. Будут Господа славить все, кто ищет Его. Восторг ваш да будет нескончаем. Другими словами, псалмист говорит, что те, кто надежду полагают на Господа, обязательно получат все необходимое. Бог побеспокоится. О каждом из нас. Пусть Бог хранит вас рукой Своей. До встречи на нашем служении, тут, в Доме молитвы или же в прямом эфире. Всего вам хорошего, дорогие друзья. С Богом.